доброе утро здравствуйте я не понял вы вы что еще лежите в кровати вы понимаете что лето осталось два месяца и три недели а это не так уж и много так давайте быстренько поднимайтесь просыпайтесь и наслаждайтесь каждой минутой лета особенно стоит поторопиться тем у кого как у нас с артёмом еще не начался отпуск ведь у вас есть только воскресенье чтобы зарядиться хорошим настроением и позитивом на всю предстоящую мы вам поможем вот прямо сейчас мы отправимся с вами в путешествие не нужен ни загран паспорт мне не нельзя все нормально это в преднестровье здравствуйте уважаемые телезрители наша съемочная группа решила вновь посетить жемчужину природы преднестровья заповедник и горлык когда-то мы приезжали уже сюда зимой когда здесь царилась нежная тишина ну а сейчас решили вернуться летом когда все ожило и расцвело заповедник сравнительно небольшой в общая площадь составляет около 1 тысячи гектаров ну и молодой ему всего лишь 28 лет но зато какой уникальный ну что ж наша экскурсия начинает основан заповеднике горлык был в 1988 году 15 февраля но основанным был на базе уже имеющиеся здесь их теологического заказника Гаянский залив вообще эта территория она многократно изменялась вообще-то сначала здесь были на этих склонах леса горнецового типа из дуба пушистого скумпий некоторых сопровождавших пород кустарников потом эти деревья были вырублены тут когда вот проводилась раскорчевка и посадка в 62 66 году здесь проводилась уже посадка новых лесов то здесь корчевали пни которые были диаметром до полутора метров и больше то есть это были очень крупные здесь деревья был хороший лес сейчас заповедник состоит из так называемых урочищ их 4 литвино балта сухой горлык и цыбулевка в каждом из них обитают разные виды растений и животных в том числе и краснокнижных мы держим путь к обзорной вышке вот на эту гору ее высота по словам гидов около 200 метров идти придется около 45 минут ну еще обещают гиды там есть скамейки для отдыха очень интересно посмотреть с высоты на панораму и ландшафт и самого заповедника ну что ж пошли самые интересные два растения этого друг 4 гранный который был красоте открыт вот на этом месте там где трасса сейчас пролегает новая трасса там все время был холм а вот то здание которое сейчас является конторой заповедники самом деле был пунктом отдыха водителей дальнобойщиков там была столовая вот проезжая как-то весной ботаники из университета вместе со студентами остановились пообедать и увидели напротив этой столовой какие-то желтые цветы сначала не подумали что это что-то обычное но когда они присмотрелись они пошли посмотрели оказалось что это вообще еще не описанный вид растения второй находкой для ботаников стал токонох молдавский кроме того сюда постоянно пытаются вернуть те травы которые были в свое время уничтожены вот это красота бумаг надо сказать что вообще биологическое разнообразие заповедники вот оно очень большое по сравнению с остальными другими заповедниками потому что здесь разные биотопы у нас есть водная гладь есть околоводные брось есть водно-болотные территории есть луговины есть склоны которые обладают своей растительностью есть посаженный лес который мы сейчас изменяю в принципе поэтому и конечно у нас очень большое видовое разнообразие нельзя не сказать что уникальный в заповеднике является игородская заводь и вот прямо сейчас мы отправимся осматривать окрестности заповедника на моторной лодке это вообще искусственно созданное вообще образование потому что когда-то здесь протекала небольшая река не горлы и было на те кто ну шириной от пяти до десяти метров в общем так когда были разлива они тоже было побольше глубина и было небольшой до метра не больше но когда была построена плотина дубосарской лес и образовалась дубосарского дохранилище река и русло пойма вот все прилегающие овраги были затоплены водой и образовалась вот эта заводь она послужила конечно чему очень благоприятно тому что если на территории на акватории скажем дубосарского водохранилище нерест идет с трудом то это место защищено и она явилась местом нереста для очень многих видов рыб-хветофилов общая площадь и горлышкой заводе около 560 гектаров глубина 5-9 метров очень много разновидностей здесь рыбы это окунь, суда, царство, карась и многие другие но что важно это заповедник и рыбалка здесь запрещена круглый год вся территория заповедника охраняется и днем и в ночное время постоянно ведется борьба с браконьерством к сожалению люди которые хотят навредить природе еще встречаются мы возвращаем сюда те виды это называется процесс репатриация то есть возвращение видов которые здесь когда-то обитали это вот скажем трапонатонс или орех водный чилим его еще называют кроме того мы вернули сюда кувшинку белую хотим вернуть кубышку желтую кроме того мы подсеваем сюда те травы которые себя чувствовали угнетенными в период выпаса животные чувствуют себя в заповеднике свободно и все же при виде нас очень многие попрятались но мы то знаем что здесь обитают занесенный в красную книгу барсук европейская лесная кошка черепаха болотная большая белая цапля жук красотел пахучий бабочка махаон зеленый дятел и многие другие нам очень крупно повезло и мы приехали в период времени когда на просторах и горлыцкой заводе расцвели водные кувшинки почему нам повезло потому что именно они занесены в красную книгу о том что в республике есть такие красоты нужно знать поэтому работники заповедника всегда стараются ознакомить молодое поколение с природными ценностями и горлыка ну а в наших силах эту красоту сохранить и приумножить чай скажи давай наливай вот раз мы заговорили с тобой о путешествиях ты бы хотел вот так вот знаешь бы рассечь дорогу на байке ты едешь один вокруг никого хотел бы да да но у меня видишь чуть-чуть какой хотел бы байк я не смогу ехать один потому что в моих желаниях я себе представляю красный мотоцикл большой с коляской и обязательно с водителем с ремнем безопасности ремнем безопасности максимальная скорость 20 километров в час с частыми остановками на стрессоустойчивые принятие лекарства и все такое не быть себе поверителем дорог да причем есть госавтоинспекторы я вообще-то о байкерах посмотри сейчас сюжет будет о байкере который аж из бразилии добрался к нам ничего себе то сколько он делал пересадок байкер и турист родом из бразилии остановился в одном из столичных отелей в преднестровье он впервые живет игр в австралии путешествует уже больше года и проехал около 44 тысяч километров я восемь недель путешествую восемь недели работаю иногда дорога на обратный путь занимает две недели я оставляю байк в гараже и возвращаюсь в австралию на работу потом возвращаюсь обратно и путешествую дальше я не знаю куда я приеду в итоге и это неважно если мне нравится страна если она большая я продолжаю путешествие наслаждаюсь пейзажами знакомлюсь с интересными людьми я могу остаться тут или уехать в другое место любовь к мотоциклам ему передалась от отца его родственники тоже много путешествовали работает игр геологом и ему удается совмещать и путешествие и работу перевести мотоцикл в страну это самое сложное ты делаешь визу это понятно но вот чтобы байк вести в страну тоже надо много бумаг оформить когда я пересекаю границу штампует мой паспорт и специальный паспорт на мотоцикл и вот эта бумажная проблема самая сложная в таких путешествиях и конечно все это еще денег стоит колесить по всему миру это не только яркие эмоции и знакомства с интересными людьми бывали и неприятные случаи однажды мне нужно было переехать мост на другом берегу стояло 10 вооруженных парней о боже что делать три парня подошли ко мне деньги деньги сейчас деньги я дал им пять бир это 10 центов они сказали езжай езжай все хорошо игорь рассказывает что путешествие по сомали стало для него не просто экстремальным но и опасным для жизни вот и него садика манатя надо ходу мани сомали было трудно в сомали байк застрял в песке и я не мог сдвинуться с места было очень очень сложно мы буксовали и не могли сдвинуть байк с места два дня два дня мы стояли посреди пустыни никто не приезжал мимо помощи ждать было неоткуда очень сложно было вообще в сомали дорога была очень сложной я собрал все свои вещи закопал их в песок и пошел пешком 47 километров назад в деревню я оставил и байки все мои вещи иначе я погиб бы там без воды и еды особое впечатление на парня произвела африка красивые животные саванны и конечно же люди это вовсе не пейзаж это не еда не сафари это люди если люди дружелюбные открытые в страну хочется вернуться я много путешествовал и без мотоцикла были поездки по работе мне очень понравилось в патагонии в аргентине там просто чудесно очень еда интересная еда которая действительно приносит удовольствие и вот такие страны мне тоже нравятся игру в приднестровье очень понравилась здесь красивая природа и очень добрые люди а нашим телезрителям он передает огромный привет я желаю чтобы ваши мечты сбывались какими бы они ни были если вы чего-то хотите стремитесь к этому не просто сидите сложа руки делайте что-то для исполнения своей мечты для своей семьи для своей страны у вас очень много возможностей используйте их вот и так говорит что я не разбираюсь мотоциклах и в авто как будто бы ты разбираешься в машинах а что если я девушка то не разбираюсь сразу же разбираешь не разбирайтесь вы хорошо значок форда все просто синенький на нем написано ford но можно видела в интернете лада mercedes такая пицца разрезаны на трех человек оригинально ладно бнв а он на пакетах на всех очень легко хозяйцев пакетах здесь зеленые такие большие знаки стирала пакет о значок бнв постирала багет хорошо ладно audi 4 обручальных кольца ладно хорошо разбираешься ты в машинах а вот сейчас тебе дети скажут все то что они знают а вот этих тяжелых железных четырех колесных серьезно разбираешься муж ромочка вот и как мужчина я уверена разбираешься в машинах правильно вот расскажи мне какие-то машины знаешь мусоровоз коротенький или длинный или на толстый и на худенький а ты бы какую хотел себе машину ну чуть-чуть по толстенькую толстенькую да чтобы я могла там поместиться и мои родители вот наверное джип да я знаю чип знаю 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 гоночные машины вот такие только какой бы ты себе джип выбрала на бензине на дизеле или на газе на газе почему он быстрее маленькие большие моседес у моей мамы хендай бэха и джип что бы ты выбрала бэху почему она быстрее всех ездит опере жигули помпо а еще осадас что лучше бмв или мерседес на садас давайте пожму руку вот молодец молодец подскажи а какая тебе больше нравится больше нравится моседес почему потому 20 раз на длинные длинные наверное лимузины да да а вот скажи мне что есть в лимузинах там много мест из чего состоит машина и железо без чего она не может ехать вообще с бензином только может ехать а с дизелем может ехать нет а с газа может ехать какую максимальную скорость может развить автомобиль быстро умели в километрах посчитать сколько километров один километр или двадцать сколько человек по месяцу в лимузин много давай снова посчитаем сколько раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 12 вместе с водителем или просто 12 пассажиров просто 12 пассажиров вот ты бы какую себе купил большую какого цвета зеленого а вот у папы с мамой какая машина просто такая не длинная коротенькая машина существует на автоматической коробке передач и механической как ты думаешь чем они отличаются они отличаются что размера очень вкусный скажи пожалуйста а вот ты когда завариваешь лавровый лист моешь сначала его я его в суп кладу обычно ладно я пошутил мыть лавровый лист это очень странно почему его мыть я его не пачкал он продается в запакованные пачки у вас не будет то чуть не быть неужели то же самое делаете лавровый лист его же но не кладут в эту упаковку чистым или 450 людей которые его упаковывают они же по три-четыре месяца воды не видели ли там грязный как от работы устал и вот так вот в эти пакеты и думает держи приднестровец будет готовить суп держи ты придумываешь а чай по твоему тоже что ли нужно мыть все чиночки с порошком совершенно другая технология ты берешь чай кидаешь и кипятком заливаешь кипятком то есть включенный кипяток и все микробы сразу и улетают в рай микробов тоже кладу в кипящие лавровый лист и ничего страшного ты же сначала по чуть-чуть по чуть-чуть и он успеет свои грязные микробы распространить по картошке мясу и капусте и через счет там готовишь поэтому рекомендую мыть 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 и еще раз мыть вот посмотрите сюжет груди может быть и вот даже еще надо кипятком отдавать и вот я раньше еще и ну потом просто суп не очень приятный получается но нужно и так в общем сюжет о лавровом листе пока не то думает как его убирать как его чистить смотрите а а перец молотый тоже мысль да я раньше знаешь каждую причинку вытирал сушил феном и и в суп сегодня поговорим о лаврах их частенько можно встретить в крылатых оборотах а некоторых из них прямо сейчас например пожинать лавры то бишь пользоваться плодами своего успеха своим происхождением этот оборот обязан греческому мифу прекрасная нимфа дафна не хотела становиться женой аполлона убегая от него она превратилась в лавровое дерево покровитель всех искусств боготворил это дерево она стала его символом венками из лавровых веток стали венчать победителей поэтических и музыкальных конкурсов позже и спортивных чемпионов со временем эта красивая традиция распространилась на всех победителей в какой бы области не был триумф а потому наверное появилось и такое выражение как почивать на лаврах то есть перестать стремиться к новым успехам остановиться на достигнутом считает верхом возможного есть еще крылатое словосочетание лавры мельтиада мельтиад греческий полководец так вот когда он разгромил персов было это в четыреста девяностом году до нашей эры еще один заметный афинский государственный деятель того времени себе любит фимис токол говорил лавры мельтиады не дают мне покоя опять-таки речь здесь шла о победе о славе фраза стала крылатой имя полководцы легко заменить любым другим зависимости от того о ком идет речь или же вот еще лавры гирострата тут уже значение несколько иное здесь говорится о черной славе гирострата смело можно прозвать вандалом и злодеем свое время чтобы прославиться он сжег храм богини артемида в эфесе и собственно этим поступком себя в историю и вписал напоследок еще отмечу что всем знакомое слово лауреат на латыни означает увенченный лаврами в общем в каких только оборотах лавры не встречаются слово примечательно а значит достойно нашего внимания мы значит ее выпуски с морда сюжета значит ее копируем заклада себе на ю тубе ставим стараемся повторить то же самое вырисовывая на она она нам фиг вам и делает второй выпуск уже я даже смотреть не будет надо доделать уже у меня пол фиг вам а дома то стоит у меня вот только фига вам надо делать вот смотри значит доделать ладно продолжаем работать над виг вам на прошлой неделе мы уже сделали каркас и сшили вход сегодня будем собирать их воедино но сначала я хочу дополнить его необычной застежкой сделаю я ее из вот таких колечек от карниза и деревянных палочек которые я выкрасила медной краской из баллончика крепится они будут на ремни сшитая из основной ткани для этого мы вырежем полосу размерами 50 сантиметров на 5 сантиметров сложим лицом к лицу и проложим строчку выворачиваем и уже отсюда будем отрезать нужную нам длину для колечек будет достаточно 10 сантиметров а со стороны палочек возьмем 15 кольца мы просто проденем вот таким образом а палки сначала приклеим горячим пистолетом застежки готовы работать они будут примерно вот так а сейчас давайте отметим места куда мы будем их пришивать разложим на полу деталь входа и отогнем ее стороны вот здесь отмечаем место для колечка на противоположной стороне для палочки по углам прищем палку со стороны колечка и кольцо со стороны палки вот так итак у нас есть четыре практически одинаковые детали и нам нужно соединить их таким образом чтобы со всех сторон швы оказались закрытыми так домик будет красивым и изнутри и снаружи сначала на каждой детали подогнем вверх и не с закрытым срезом теперь на примере двух деталей я покажу как мы будем их соединять складываем детали сначала изнанкой к изнанке и прокладываем строчку на расстоянии полутора сантиметров от края разутюживаем затем складываем уже лицом к лицу так чтобы шов соединения был на сгибе и даем строчку отступая пять с половиной сантиметров от края точно так же сшиваем и оставшиеся детали время примерки снимаем с каркаса бечевку и продеваем палки предназначенные для них отверстия момент истины поднимаем бег вам и разворачиваем палки как видите ткань натянулась и не дает конструкции разъезжаться в стороны в целом принцессин домик готов дело осталось за малым и безусловно самым приятным за его декором этим мы с вами займемся через неделю сушки не обязательно ехать в европу отпуск можно и россию матушку навестить тем более что сегодня у россии праздник с чем мы поздравляем всех россиян кстати пас то есть нам подарки подготовить хотя бы открыточку послали да обязательно вот что ты знаешь россии знаю что я знаю россии то что наши люди знают россии и меня это радует вот пожалуйста доброе утро день независимости российской федерации такой праздник который не может оставить равнодушным любого приднестровца сейчас мы поговорим о россии анастасия настя подождите знаете вот день россии здорово вот смотрите каком веке произошло крещение руси как вы думаете 10 11 или 12 10 правильно думаете все нормально кто был последним президентом ссср брежнев хрущев горбачев горбачев какое место в мире занимает россия по территории первое второе первое конечно какой род основал древнерусское государство пожарский невский рюрики и вновь победа видите как все хорошо вы переживали какой город был первой столицей российского государства киев киев санкт-петербург новгород а вот я думаю новгород наверное у вас какой паспорт российской федерации вот в чем видимо секрет кому хотите привет передавайте хочу передать своей мамочке очень тебя люблю в каком веке произошло крещение руси в десятом одиннадцатом или двенадцатом вот варианты ответа чтобы было удобно первый вопрос в десятом кажется в десятом десятый все неплохо сколько субъектов федерации входит в россию восемьдесят пять сто или пятьдесят пять пятьдесят пять пять как вы думаете пять по моему не могу сказать по моему пятьдесят пять вот он лидер вашей стаи он все знает давайте еще восемьдесят пять или сто сто давайте еще восемьдесят отлично какой род основал древнее русское государство пожарский невский или рюрики Рюрики. 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 Рюрики, точно. Молодцы все. Кстати, хором кто? Рюрики. Рюрики. Ух, последнее. Какой город был первой столицей русского государства? Киев, Санкт-Петербург, Новгород. Киев, скорее всего. Давайте еще раз. Тогда Новгород. Молодец. Всем привет, как вы хотите? Бабушки. В каком веке произошло крещение Руси? Десятый, одиннадцатый или двенадцатый? В каком веке произошло крещение Руси? Да. В десятом веке. Верно. Кто был последним президентом СССР? Горбачев. Верно. Сколько субъектов федерации входят в Россию? Восемьдесят пять, сто? Восемьдесят пять. Он все знает, ничего себе. Так юрист, что вы хотите? Так юрист, что вы... И что вы думаете, это логичная цепь, что ли? Ну, тоже. Меня радует, что вы именно так и утверждаете. Какой род основал древнерусское государство? Пожарские? Невские? Рюрики. Рюрики. Вот это юрист. Вот это здорово. И последний. Какой город был первой столицей русского государства? Киев, Санкт-Петербург, Новгород? Новгород. Похлопай хотя бы ему. Ты не хотелось сниматься. Поддержи его. Это круто. Все верно. Благодарим вас. Желаю нашей стране больше таких юристов. Дайте пять. В десятом. Молодец. Все верно. Кто был последним президентом СССР? Брежнев, Крущев или Горбачев? Горбачев. Верно. Сколько субъектов федерации входят в Россию? Восемьдесят пять, сто или пятьдесят пять? Как вы думаете? Где когда-то я знал это? В восемьдесят пять вроде. И вновь победа. Молодцом, не волнуйтесь. Какое место в мире по территории занимает Россия? Первое, второе или третье? Как вы думаете? По территории первое. Победа. Какой род основал древнерусское государство? Пожарские, Невские, Рюрики? Рюрики. Что ж такое? И последний вопрос, и вы станете победителем очередным. Какой город был первой столицей русского государства? Киев. Санкт-Петербург. Новгород. Киев. Еще раз подумайте. Новгород. Новгород. Правильно. Кому хотите привет передавайте. Хочу передать привет родителям. Глиноя, здравствуйте, привет всем бабушкам, дедушкам. Не болейте. Всего хорошего. Жители Глинова, этот парень... Глиной, да? Правильно? Этот парень не подкачал. Молодец, да? Опять. Действительно, приднестровцы знают много о России. Интересно, что знают россияне о Приднестровье? Этого нам пока не узнать. Вот ты знаешь, а я все никак не могу решить, куда дома поставить цветы. У меня несколько вазонов, которые я никак не поделюсь с местом. Вот как хорошо, что рядом с тобой мастер и человек профессионального фотосинтеза. Человек, у которого ни один цветок... Фотосинтеза? Фотосинтеза? Я же профессионал. У меня ни один цветок не высох. Вот кроме экибаны. Правда, что-то... Экибана должна быть сухой. Да? Да. Она должна быть засушенная такая. Ладно, рассказывай. Как? Куда? В общем, цветы нужно держать в прихожей на стене. Там цвета мало. Подожди, у меня герань и еще... Подожди, стоп, 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 стоп. Ты про живые? Ну да. А, я думал, ты про нарисованные. Нет, в живых я не очень. Чтобы поняла, тебя не к нарисованным нельзя подпускать. Не к живым. А пластмассовые хотя бы. У меня пластмассовые можно тоже вот красиво будут. Я лучше посмотрю сюжет Оксана Матяш. Спасибо, Артем, за совет. Продолжаем цветочную тему. И сегодня мы с вами будем подвешивать своих зеленых друзей различными современными способами. Например, в скорлупе от кокоса. Вот такой экологичный вариант, дополненный ярким этническим орнаментом. Подвесные полки разных форм и размеров отлично подойдут для экспозиции суккулентов. Сделайте по два отверстия с каждого конца доски, проденьте шнур и подвесьте на стену при помощи кольца. В последние месяцы у меня ни один сюжет не обходится без упоминания о спилах. А как иначе, если материал этот натуральный, практичный и весьма красивый. В данном случае я предлагаю подвесить спил на кожаных ремнях. Воздушные суккуленты будут комфортно и просторно себя чувствовать даже на деревянных палочках. Такие подвески займут минимум места, но сделают помещение максимально самобытным. Чтобы создать вот такую вертикальную подвесную конструкцию, придется немного повозиться. Распилить доски на квадраты, проделать в них отверстия и покрыть морилкой, подвесить их вертикально на прочные канаты. Но посмотрите на результат, по-моему он стоит таких усилий. Из натуральной кожи также может получиться неплохой вариант кашпо. Вырежьте круг и сделайте в нем прорези в шахматном порядке. Здесь действует принцип создания новогодних гирлянд. Когда вы прорежете все отверстия, кашпо обретет свою конечную форму. Не оставляйте без внимания и старое доброе макраме. Чтобы осовременить эту неактуальную в общем-то технику, используйте неоновые нитки или трикотажные шнуры. Подвесить то, что у вас получилось, можно не просто на крюк или гвоздь, а на фактурную ветку, которая поставит жирную точку в этой натуральной истории. Пяльцы, собранные воедино замысловатой конструкции, станут уютным домом для вашего любимого цветка. Вы можете взять как один круг, так и несколько, соединив их между собой при помощи клея и ниток. Малыши-суккуленты наверняка обрадуются вот таким трубчатым подвеском цвета латуни. Маленькие отрезки трубы можно прикрепить к стене магнитом, а уголки просто подвесить на бечевке. Необработанная доска, прозрачная банка и металлический хомут – вот рецепт создания идеального мини-огорода с душистыми травами. Он наполнит ваш дом благоуханием и отлично дополнит интерьер в стиле Прованс. Николай Стоянов мне по секрету сказал, что когда он идет в отпуск, станет заниматься морским каратэ. То есть ему будет доступна подсечка пахлавы? Контраатакующий крик «Оставьте это моя кукуруза!» И захват «Сладкая вата!» Ну а пока обычные будни. Что ж там? Работа. Работа. Гадзирю – один из основных стилей каратэ, сочетающий твердую го и мягкую дзю техники. Условной датой основания можно считать 1926 год, когда совместно с еще тремя мастерами Тэдзюн Мияги открыл исследовательский клуб каратэ, где большое внимание уделялось не только физическим тренировкам, но и развитию силы ума, духа, этики повседневной жизни. На сегодняшний день это один из наиболее распространенных стилей каратэ, существующих в мире. Вы сделали движение. Вы сделали движение. Вы сделали движение. Здесь варианты тоже. Все стили хороши. Все зависит от подготовленности мастера или ученика, или бойца. Нельзя сказать, что вот эта стиль самая лучшая. Нет, даже не имею права такое сказать. Все стили – это свои веточки на большом дереве. Кто-то пошел по одному направлению, кто-то по другому. Каждый выбирает свое. Если брать прикладной вид, хочу отметить, что в последние годы все спецподразделения мира занимаются именно этим направлением макинавским. Гадзирю. Гадзирю – боевое искусство, которое вобрало в себя бросковую технику джиу-джитсу, ударную технику классического каратэ и китайских боевых стилей, и болевые контроли, подобные техникам айкидо. Занимаюсь я, конечно, уже не один десяток лет. Начинал, конечно, я с каратэ, шотэка, сразу скажу. Начинал с этого стиля. Это еще были 80-е годы. Потом, так как я начал служить, я занялся прикладным рукопашным боем армейским и динамовским. Очень много прозанимался. После этого занимался некоторое время джиу-джитсу. И пройдя весь вот этот путь, я остановился, ну, по воле судьбы, остановился на каратэ. И почему мне понравилось вот это немножко, вот это направление, стиль, скажем, гадзирю. Все, что я учил до этого там, в этом стиле-то есть. Более упрощенно, мощно, сильно, ну, скажем так, что ничего лишнего. Здесь очень много бросковой тесники, болевой, удушающей. Методика преподавания не меняется уже более 400 лет. В любом стиле каратэ, неважно, к какой школе он относится, есть ката. В некоторых из них, в угоду зрелищности и красоте, этих ката насчитывается до 65 техник и более. В гадзирю их только 13. Это тот, необходимый минимум, которого достаточно. И главное, ката — это зашифрованные боевые техники. Смотрите, я прикладываю руку, обманываю и захожу. Смотрите. О. С этой позиции можно любой бросок совершить. Я стою, вы решили мне нанести удар рукой. Я ушел. Смотрите. Все, я ушел. Я вас перевину. Дальше. Вы лежите на спине. Если вы лежите на спине, значит, вы еще не проиграли. Ну да, я по идее могу еще так истать. То, что я наклоняюсь, это дно. Смотрите, только я его сбросил, я должен закрыться. А теперь смотрите, следующая техника. Вот это называется техника контроля. Для того, чтобы не дать возможность атаковать лежащему противнику дальше. Все вот эти движения. Представьте, вот этот удар в ухо. Ух ты, елки-палки. Ай. Как-то меня как будто током шибануло. Если на вас нависли, дядя решил вас приподнять и унести. Ага. Да, допустим, да. Ну. Разверните. Развернитесь. Ударьте. Нет, уже не хочу вас подавать. Здесь нет лишних движений ни в разминке, ни в ката, ни в общей физической подготовке. Каждый элемент выверен временем и доведен до максимальной простоты и эффективности. Здесь есть методика преподавания. Просто держать сильно удары и уметь их наносить, нужно правильно тренироваться. Потому что по окончанию нескольких лет можно стать инвалидом и заниматься неправильно. До чего занимается каратэ? Кто-то хочет себя воспитать. Кто-то хочет стать честным. Кто-то хочет стать справедливым. Кто-то хочет стать сильным. Да, кто-то хочет стать сильным. Все это может дать Годжирю? Кто-то хочет стать здоровым. Это все может, все стили могут дать. Основной принцип Годжирю, отличающий его от других стилей, это принцип мягкости и твердости, которые он в себе сочетает. Направление Годжирю, оно более приближено. Двоемо. Оно более приближено, да. Там в основном удары идут по особо важным точкам. Допустим, гортань, сло сплетения, паховые области. Вы должны понимать, что физиология человека разная. Гибкость. Ну да, подвижный сустав. У некоторых людей оно складывается. Я не такой. У меня не складывается. Поэтому здесь вариант, человек может зажать кулаки даже. И вы не воспримите технику. Да. Вы можете пройти через верх, вы должны заставить человека сделать некоторые вещи. Все, теперь я уже никуда точно не делаю. Понимаете? Понимаю и даже ощущаю, если честно. Да. Еще один принцип и его преимущество – это ориентированность бойцов Годзю на ближний бой. Если представители большинства других стилей ориентированы в основном на работу в средней и дальней дистанции, то последователи Годзю могут реализовать весь свой арсенал именно в ближнем бою. Скоротечный бой в замкнутом пространстве – это оптимальная версия боя в стиле Годзю. Именно поэтому он так пользуется заслуженным уважением войск спецназначения. Если вы берете просто так, я начну давить, ваш локоть пойдет вверх. Вы начнете уходить. У вас начнется возня и так далее. Да, выдернусь и так далее. Поэтому здесь есть вариант. Смотрите, если вы даже проводите какую-то тетку, вам нужен человек, его куда-то доставить. Ну да, вот я подошел, говорю, все, пойдемте сюда. Потому что здесь я могу уйти сразу, понимаете? Вы только взялись, я тоже атакую. Поэтому, когда подходит, беру, принимаю. А теперь вот оно движение. Ну да, теперь все, все, все. Меденно встаем. В чем проблема? Если я не буду правильно держать, я получу удар оттуда. Ну понятно, я доставлю. Поэтому я не должен давать. Все, все, все. У кого должно быть все время внизу. Женген Дмитриевич, я уже не ссори с вами. Я прошел. Кроме всего прочего, эта система отлично подходит для самозащиты любого человека. Любой комплекции, роста, веса и возраста. Ну не нравитесь вы мне. Я вам говорю, вот он тебе. Если честно, вы мне уже нравитесь. Нравитесь мне? Если вам больно, стучите по мне. Сзади, да-да. О, о. По утверждениям последователей Годзирю, этим боевым искусством можно и нужно заниматься всю жизнь. Потому как помимо боевого аспекта, здесь есть целый раздел, отвечающий за общую физическую подготовку, который может служить как оздоровительная система. Сыни! Вы! Отлично! Слушай, Анюта, планирую вот сорваться зарубежно, в отпуск отдохнуть. Не подскажешь, где можно английский потянуть, по-быстрому? О, знаешь, самый лучший вариант – это поехать в англоязычную страну. Это просто идеально. Ты сразу начинаешь говорить, как они, с их акцентом. Желательно пожить в месяц, например, в Англии, ну или в Америке хотя бы, хотя бы в Австралии. И потом твой английский будет просто совершенный. Слушай, меня вот беспокоит только одна фраза. Как бы я знаю, hello, my name is Артём, и goodbye. Вот я не знаю, как на английском будет «помогите, у меня нет денег». Вот это как оно, help, I need или I don't want. Отменяем сразу мой вариант. Лучше остаться тогда здесь и попросить иностранцев, чтобы они приехали к тебе. И тоже, как бы, ты создаешь себе англоязычную среду и говоришь с англичанами. Очень здорово. Welcome. А ты куда ехать вообще собирался за границу-то? Я хочу в Новые Анины рвануть. Ага. Правильно? Welcome. Welcome to home. Иностранный язык невозможно выучить как конкретный объем знаний. К примеру, как научиться разбирать двигатель мотоцикла. Поэтому нужно запастись терпением и быть готовым к тому, что изучение языка – процесс длительный. Невозможно за один присед начать разговаривать на иностранном языке точно так же, как нельзя наесться на всю жизнь. Или получить тело, как у древнегреческой статуи, после одной тренировки. Еще нужно учесть, что даже лучшие учебники и преподаватели не заменят практических навыков. Язык обязательно должен иметь выход в реальность. Он обязательно должен получать практическое применение. И только так человек, шлифуя свои навыки, и опять же, отрабатывая навыки еще и восприятие на слух, потому что это тоже один из самых сложно отрабатываемых навыков. Потому что еще научиться читать, писать, понимать письменную речь достаточно, ну, относительно легко, но понимать устную речь гораздо проще научиться самому говорить, чем понимать то, что говорят другие. Чтобы расширить словарный запас и окунуться в культуру народа, язык которого вы хотите выучить, стоит попробовать почитать книги в оригинале. А для того, чтобы лучше научиться понимать речь на слух, можно смотреть фильмы без перевода, с субтитрами. В отличие от обычных аудиокурсов, где только звук, во время просмотра фильмов можно еще и следить за артикуляцией. Самый же действенный способ пообщаться вживую с носителем языка. К счастью, в Тирасполе часто можно встретить туристов, так что можете предложить им устроить экскурсию по городу. Включаясь в это, вы, с одной стороны, гордитесь и с гордостью показываете, рассказываете о своем крае, и в это же время, естественно, вы практикуете язык, поэтому у вас происходит соединение ваших языковых знаний и вашего внутреннего духовного мира. Поэтому я по своему опыту знаю, что вообще им очень это интересно. Они очень любят традиции, они очень какие-то любят экзотику, то, что у них не так. Особенность русского языка в том, что, несмотря на большое количество разных говоров, тебя поймут от Владивостока до Калининграда. Что же касается английского, то во всех странах, где на нем разговаривают, свой диалект. Порой, помимо произношения, отличается орфография и лексика. Чтобы понять, сложно ли на слух распознать акцент, мы решили провести небольшой эксперимент. Итак, знакомьтесь с его участниками. Джейсон родом из Лондона. Долгое время жил в Австралии и Новой Зеландии. Много путешествует. Говорит, что слышал много хорошего о Приднестровье. Приехал сюда на несколько дней. Интересуется дореволюционной и советской архитектурой. Мик из Сингапура. Учится на композитора. Увлекается изучением иностранных языков. Владеет английским, малайским и несколькими диалектами китайского. В прошлом году отправился в Берлин, чтобы освоить немецкий. А месяц назад приехал в Тирасполь, чтобы выучить русский. Виктория. Одна из лучших студенток-переводчиц университета. Несколько месяцев жила в Америке. Свободно говорит на английском и французском. Мы дали Джейсону и Мику отрывок из книги. Они должны по очереди прочитать фрагмент. Вика, стоя спиной к ним, должна на слух определить, кто в данный момент говорит. До этого они не общались, так что девушка не знает, как звучат голоса парней. Обратите внимание на их произношение. Виктория. 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 Честно говоря, я бы не определила, если бы мне потом не сказали, что он из азиатской страны, потому что говорит он довольно-таки четко. Ну и вот мне легче его понимать, потому что он все-таки ближе к американскому. В Великобритании гордятся своими традициями и ценностями, в числе которых и английский язык. Но даже на этом континенте в разных отчистях свой акцент. Мы попросили Джейсона, который общается на Кокни, сленге, характерном для восточной части Лондона, продемонстрировать, как говорят в разных уголках его страны. Например, фраза «Вон мужчина на велосипеде». В Лондоне. В Бирмингеме. Простите меня, жители Бирмингема, это было ужасно. Ливерпуль. Вот ведь ужас. Йоркшир. Это уже получше вышло. Это уже не так плохо. Шотландский. О да, я могу и по-ирландски. Вот это не уверен, но, может, ирландский. Да, пожалуй, не лучшая попытка. Это Уэльский. Норридж. Какой кошмар. Прошу прощения у всех. Некоторые мои друзья из Шотландии и Нью-Касла говорят с сильным акцентом. То есть до такой степени сильным, что многие люди из других регионов не понимают их. Я их понимаю, потому что я знаком с ними. Наше лондонское бормотание не сравнится с их. У них сильнее. К тому же еще полно сленга, местного жаргона, слов, которые просто бессмысленны на других языках, даже на английском. Просто много местных выражений, которые жители определенного региона употребляют. Когда, к примеру, одно слово может иметь разные значения в разных регионах страны. Просто безумие какое-то. Да, это какой-то ненормальный язык. Это нужно тоже, наверное, нам понимать, что когда мы общаемся с иностранцами, если мы одного понимаем, другого не понимаем, то ничего страшного в этом нет. Ничего в этом нет сверхъестественного. Это нормально. Мы не могли не спросить у Джейсона и Мика, какие ошибки в английском чаще всего допускают русские. Ну, пока что я не встретил ни одного русского, который плохо бы говорил по-английски. Наоборот, хорошо говорят. Да, не все, конечно, знают английский, но у тех, кто говорит, уровень знания довольно неплох. Я думаю, что в некоторых случаях у них хромает произношение некоторых слов, а иногда и грамматика. Причем не только россияне, это и к другим странам относится. Бывают иногда ошибки в грамматике, иногда неверно использованные времена, прошлое, настоящее, будущее, но я думаю, что это относится ко всем. Я, к примеру, тоже могу допускать ошибки в испанском, путать времена. В целом же оба сошлись во мнении, что делать ошибки, когда учишь иностранный язык, абсолютно не страшно. В конце концов, не ошибается тот, кто ничего не делает. Сейчас действительно будет ошибка, потому что я должен был написать подводку к этой рубрике в посткриптум, там, где мы показываем свои ошибки, а я допустил ошибку и написал подводку. Поэтому вот так же, ошибаясь и выкручиваюсь. Хорошо, что это твоя ошибка, потому что я думала, что-то я не написала эту подводку, и что это моя ошибка. В общем, косячить мы начинаем еще на стадии подводок. Да? Пожалуйста. Все, я готов, я работаю. Меня почему-то всегда смущают стоячие операторы. И погнали. Нет. Не погнали. Ой. Вот сейчас можно. Чтобы я так пил. Но главное, помните аккуратно. Я еще не готов к подобным вещам. Я буду аккуратно работать, хорошо? Вы не переживайте. Если вам больно, стучите по мне. Кстати, да-да. Так. Оно очень сильно брызгает. Пересесть некуда. Греческий полководец такой, когда он разлыл... Что такое? Вот он сегодня... Сейчас получится. Не-не-не-не, мне нужен мельтят, чуть-чуть ниже. Мельтят этот, чтобы он был здоров. Так домик будет красивым и изнутри, и снаружи. И что дальше? Рыба, тащу, кагар, суда-то. Рыба, 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 рыба. Рыба, 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 рыба. Грязут ногти или забывают текст во время съемок. А, обживают друг друга. И их мы съемали. Ну, короче, мы тут, я продолжаю. Так, руки из карманов. Руки из карманов. Откуда эта рука? Фраза стала крылатой, а имя полководца легко... Надо было в ту сторону идти. Пришло время говорить слова благодарности и прощаться. Мы благодарим Ситиклаб за помощь в организации съемки Утралайк. И хотим сказать вам, что, что бы вы ни надумали сделать в сегодняшний день, пусть это будет ярко, незабываемо, интересно и обязательно с близкими людьми. Да, будьте вместе, будьте рядом, любите друг друга, насладайтесь летом. А у нас все. Пока. С вами был Иль Артем Мазур. И Анна Бугаева. Обязательно. С вами был Иль Артем Мазур.